В ближайшие выходные зареченцам предстоит распрощаться со снежной и морозной зимой и встретить яркую, теплую и радостную весну. В этом году масленичные гуляния состоятся в парке культуры имени Лермонтова. Празднование перенесли в зону отдыха «Солнечная» из Центрального парка, где масленицу отмечали в последние годы. Многие зареченцы считали центр города местом, где проводы зимы проходили всегда. Однако, если погрузиться в историю, можно выяснить, что это далеко не так. Я прекрасно помню, что масленица была на городском стадионе в конце 60-х. Я нашел фотографию как раз вот с такой масленицы. И судя по этой фотографии, я так думаю, что это где-то февраль 69-го года. Повесил ее в группе «Конец прекрасной эпохи» в Фейсбуке. И попросил всех участников группы порыться в своей памяти, в своих архивах и повесить фотографии, может быть, с этих же праздников или каких-то других. И там уже, по-моему, больше сотни фотографий. И оказалось, что на самом деле даже масленица-то была ровно на том месте, то есть на пруду, как тогда его называли, на старом пруду. В 2021 году масленица снова возвращается на тот самый старый пруд, то есть в зону отдыха «Солнечная». Участники оргкомитета праздника вышли на место будущего события и вынесли вердикт. Парк культуры имени Лермонтова предоставляет широкие возможности для проведения общегородских мероприятий. Здесь очень красиво, ярко, масштабно проходит фестиваль садов и цветов. Проходил прошлый день города. И уже каждый уголок ждет своих посетителей. И мы продумали программу, чтобы и на пляже, и на всей площади возле Дома молодежи было много фотозон, было много блинов, шашлыка, различных конкурсов. Участники совещания обсудили все организационные аспекты праздника. От расчистки снега до подачи электроэнергии предпринимателям, которые будут работать в зоне фудкорта на мосту. Все, кто к нам приходит сейчас, мы всех отправляем к вам. Они ко мне приходят, мы здесь с ними место определяем. А как и раньше, они должны заявочками писать, будут писать, какая им нужна мощность. Места в зоне отдыха «Солнечное» хватит всем. Концертная программа пройдет на площади Центра здоровья и досуга. Чучело масленицы установят на пляже. Организаторы подготовили для горожан множество конкурсов, игр и потешных соревнований. Я только хочу сказать, прикрыть небольшую завесу, что если кто-то вдруг не попал на конкурс «Санезарфест», то у него будет уникальная возможность не прокатиться, но сфотографироваться в этих санях. Масленичные гуляния 14 марта начнутся в 9.30. В 13.00 стартуют соревнования для тех, кто хочет показать богатырскую силу и удаль и покорить призовой столб. Сожжение чучела и прощание с зимой состоятся в 14 часов. Ксения Тризна, Владимир Полищук, Телерадио, компания «Заречный».